Ну что, всем привет, дорогие друзья, с вами Денис Лэм, и сегодня я решил, что почему бы не начать новую рубрику, новую передачу, которую назвать «Как победить Мидза?» И сегодня мы попробуем поиграть за Пуджа против Снайпера. В личные сообщения относительно часто мне поступают вопросы о том, как выиграть тем или иным персонажем центральную линию. Поэтому на живом примере, вот первый мне Леонид, он будет мне помогать, это мой товарищ хороший, Леонид, поздоровайся. Здоровки, здоровки. Вот, ну вот он, вы его услышали. Сейчас иногда просят, как морфом выиграть, как поиграть за инвокера, обязательно разберем. И вот прям по аналитике потихоньку сразу будем двигаться. Как выиграть Мидза? Пуджа, если против вас стоит Снайпер. Я не знаю, что он будет закупать. Я буду комментировать свой выбор. Я сразу же буду покупать Шилд, Танго. Нужна ли мне Фласка? Будет ли меня харасить Снайпер? Наверное, будет. И вот такой вот у меня закуп. Почему не Гантелька? Потому что Снайпер будет меня харасить. Очень больно и очень часто. И по идее он доминирует, Пуджа. Как обойти его? Я вот сейчас покажу. Все свои действия я буду комментировать, безусловно. Ты там как, закупился? Я уже готов, я уже не лиски. Хорошо, а крипов ты не будешь блощить? Это я сейчас делаю. Давай. Может, я буду потеть-то сейчас? Мне надо выиграть тебя. Я думаю, вот он сразу, наверное, там прокачает микростаны. То есть, не рейндж атаки. Крипы на моей стороне все очень здорово. Снайпер купил Сальф себе и Танго. Видимо, будет... Опа, мое. Что-то ты райдкликаешь, крипов. Что райдкликаешь-то? Хе-хе-хе. Ну и, как бы, на опыте, походу, у меня все очень здорово будет. Пробую ластхитить. Пробую не... Не просто добивать крипов. Вот, и началось. То есть, снайпер начинает меня харасить, нахарашивать. Даже с учетом того, что я, как бы, видно, то, что чуть-чуть опытнее. То есть, он просто, видите, райдкликает крипов, а я спокойно подхожу и все подфармиваю. И, тем не менее, он меня иногда настреливает. Где-то к минутик третий у меня хп уже совсем не останется. Как у тебя дела? Сколько у тебя крипов? Что, в минуту? Ну, вообще, сколько ты уже нафармил? Сто восемь. Нет, серьезно. Не знаю, штучек пять-шесть точно. Да ладно. Смотрите, у нас очень много хила мы с собой закупили, поэтому позволяем себе выходить прямо вот так вот в лицо снайперу. Но на месте снайпера я бы меня нахорошивал. То есть, он уже ренч на второй прокачал. Вот, и пошли микростаны. Видите, у нас уже пол хп нет. Надо закупать. Мы ждем боттл. У нас он скоро будет. Но, в принципе, в принципе, в принципе, почему бы... Вот, я быкую, снайпер меня боится. Я отхожу дальше спокойно. А, вот, вот она пошла. Вот она проблема. Ну, тут ты, дружище, ошибся немножко. Совсем-совсем немного. Так зевать нельзя. И то есть, главное, это аккуратно выманивать на свою сторону крипов. То есть, в первую очередь. Ты пешком идешь? Или на машине? Или на машине? Может, с ТП пришел? Перстблад на моей стороне, и у меня все просто шоколадно. Ну, это, понятное дело, опыт. Но не стоит забывать то, что снайпер у него с каждым левелом... Вот, первый заденайный клип, видимо. С каждым левелом растет рейндж атаки. И мне, по идее, должно быть все тяжелее и тяжелее. А вот здесь ты сейчас снова можешь попасть, друг мой. Еще разок, давай сыграем. Теперь я за радиентов. Вилкой снайпер у меня бородачил. Да, самый бородажный снайпер. Гендель. Раз в прошлой игре я пробовал играть в шелдом, теперь попробую все-таки с гантелькой. Делая вывод, что ты меня не нахорашиваешь, беру всего одно танго и... Я просто не разогрелся. Ты просто не разогрелся? Я просто не холм. Ладно, тогда, тогда вот так вот. Если ты не разогрелся. А, стоп, открепнулся. Скилл, билд у меня не меняется, то есть в первом рот я качаю все равно. Нет, по идее, снайпер должен вообще уничтожать пуджа. То есть снайпер, он пуджа доминирует. Просто надо держаться немного подальше. Вместо гантельки все-таки вот я придерживаю шелда, особенно против френш героев. Каких-то приятных, которые прям напрягают сильно, такие как снайперы, если там баш проходит, это очень неприятно. Снайпер уже обычно что можно собрать? Мом? Что там еще? Что сейчас только снайперу не собирают? Даггер, Мелнир, да, там, Шадоу Блей. Что попало ему? Можно собирать все, что хочешь. Шадоу Блей, ты не прочь, да. Вот, сейчас более-менее ты начинаешь правильно догонять. Что надо делать за снайпера? Ты можешь еще подальше что-то ставить. Хватит мансить. Настреливай криком. Настреливай. Я, может, и хочу. Я с лограунда тебя не вижу. Смотри, как я нагло вообще под гужкой слезу. Я наглец. Я наглец? Окей. О, ты прячься. Все правильно, да, вот, то есть, и таким образом снайпер получает преимущество. Ты прячешься за крипов. Я тебе не должен дать использовать ботл. Вот так вот. Все, ботл у меня есть. Смотри, я даже куками крипов фармлю. Ты вроде доминируешь, да? Вроде. Я тебя прогоняю. Манцы, манцы. Блин, уезжай. Что-то вернулся. Что, давай. Давай. Ну и что? Ну и вот я... Ну и вроде бы, вот, ты как бы доминируешь. Мне относительно тяжело. Ты уже стал вот через крипов манцить, манцить, манцить. Я чувствую то, что мне, ну, играть намного напряжней, чем в первой... Более уже такие микро дополнительные станки. В первой игре, то есть... Лол, надо уже сутку. Мастер, докум. Так у меня так быстро уже не получится. Я прочекал руну, руна внизу. Моя задача сейчас максимум тебе запушить линию, чтобы сходить вниз и... Ну ты что? Ты что поддался мне? Ладно, я тебя прощу на первый раз. Пей. По идее, в нормальном матчмейкинге мне бы... Так бы не поддался бы соперник. Но по идее, на твоем уровне, возможно, вот так бы все... Ну, пропустили бы. Я не знаю, что там очень... Я же не знаю, что это меня вытаскивает. Да, да, да. Идите внизу. Но, тем не менее, мне же удалось это сделать. О, да. Теперь у меня еще и дали. Слепил все постарение. Опа, здорово. Блин, у него еще и хоста. Ну, не дремя. Ты не должен обращать на... На внимание на то, что у меня хоста. Все равно мансует. Отбегай. У Джан не тяжело размансовать. В пабе мансует намного... Намного легче, чем... В профессиональных играх прям... То есть, микростаны и рейндж. Вот так вот можно делать еще. Ой-ой-ой, я еще не доверяю. Ну, я могу. Когда наступила ночь, уходим в туман войны просто. За пуджа. Зачекав удобную руну, идем и убиваем снайпера. То есть, туман войны нас не увидит. Особенно, если у нас хук 4-го левела. Даже здесь третий нам предоставил такую возможность. Спокойно захукать из туман войны. Я уже никого не боюсь. У меня полная доминация. 21 крип. Но и два раза я убил. Ну, думаю, на это можно остановиться. Играя за снайпера, старайтесь стоять за крипами. И настреливать пуджа. Пудж будет страдать, ныть. И ничего сделать не сможет. Грамотно читайте соперника в том, что он хочет кинуть в вас хук. Самое верное решение будет. При полной доминации, такое положение, как у меня, делаем просто вот такой вот закуп. По сути, ты уже мог бы пойти гангать. Да, я бы уже давно ушел от тебя. Но вот если у меня все хорошо, как вот сейчас, я делаю вот так. Что я сделал? Я просто взял смоук и обошел тебя. Вот. Так снайпера убивать тоже можно. И тут. Если бы был бы день. То есть, если была бы не ночь. Вот такие пироги. Так можно пуджом выигрывать снайпера. Не обязательно, чтобы вы были супер-пупер скилловым чуваком, играя за Пуджа. Я тебя сейчас добью. Нет, я должен это сделать. Ладно, я засуицидюсь. Засуицидюсь. Блин, я у меня за минутку... Я выкупился, смотри. Надо было захушкараться. Блин, если захушкараться, то сейчас все будет хорошо. Горячий котик. Ну, ты можешь спокойно... Сказать, за кого бы следующего? Нет! Да как так? Да блин, да нет!